Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такая замечательная модель от компании GWH или Great Wall Hobby. Модель на обзор любезно предоставлена нашим подписчикам Николаем Горловым, Гореловым. Никак я не могу запомнить. Николай, спасибо тебе большое! В наборе у нас присутствуют два варианта остекления, части фонаря, затемненные и обычные прозрачные. Насколько можно понять из этой надписи, это лимитированные здания и количество лимита 2999 штук. В наборе у нас не содержатся краски и клей. Масштаб это 1.48, Су-35ТС, фланкер и мультироу файтер. В общем Су-35С многоцелевой истребитель. На одном из торцов коробки можно наблюдать иллюстрации фотоотравления и декалей. Для сборки данной модели вам обязательно потребуется 14 пар вот таких вот людей 14+, артикул модели или 4820. С обратной стороны коробки можем увидеть несколько вариантов бортов состоящих в определенных частях на вооружении и на этом на коробке у нас все. Переходим далее. Далее у нас в наборе присутствует вот такая вот инструкция, отпечатана она на обычной бумаге, я бы сказал даже газетной. Краткая справка о самом самолете, что это есть такое на двух языках, на китайском и английском. Инструкция выглядит у нас вот так, как ни странно и очень неудобно. На данном развороте мы видим состав набора, что входит в него. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 литников и дополнительные контейнеры с вооружением данной модели. Также декали и плата фотоотравления. С обратной стороны у нас перечень необходимых красок для окраски данной модели, необходимый инструмент и всевозможные значки предупреждения и рекомендации. Также все это на двух языках. Первое, что у нас идет в инструкции по сборке, это лист с коррекцией. Так как, видимо, в стандартной инструкции были какие-то неточности, компания вкладывает вот такой листик двухсторонний с коррекциями для этих шагов. Откладываем в сторону. Ну, в частности, давайте посмотрим, конечно. Здесь у нас сборка кабины непосредственно идет. В чем здесь могут быть отличия, я пока не знаю. Видимо, вариации окраски. Давайте посмотрим. Не совсем ясно, но я думаю, что если кто-то захочет приобрести себе данную модель, то легко с этим справится и все поймет. Ну, а мы переходим дальше к изучению инструкции. Посмотрим быстренько, что у нас здесь есть. Итак, инструкция представлена вот на таких вот вкладышах разворотных. И давайте начнем с первого. Как я уже сказал, инструкция сделана не очень удобно, потому что это вот такая разворотная бумага. Не совсем это удобно. Лучше, когда в формате книги. Так, здесь у нас сборка кабины. Дальше установка всего этого на носовую часть нашей модели. Здесь можно увидеть сборку радара, антенны и ниши шасси. Шаг номер пять у нас идет высверливание отверстий, в приклейке готовых ниш шасси, в установке антенны, ниши передней стойки шасси и соединение двух половин фюзеляжа. Инструкция подробная, напечатано очень хорошо и красиво. В общем-то, это рендеры непосредственно деталей от разработки. И дальше у нас идет уже работа по сборке внешних деталей самолета. Далее у нас предлагается собрать части двигателей в двух вариантах. В смысле, в двух. У нас предкрылки, двигатель. Дальше у нас идет телевое оперение самолета. Собирается опять же из нескольких частей. И не забудьте, если будете делать, то смотреть информацию в листе коррекции. Шаг номер двенадцать у нас показывает, как правильно установить двигатели, сопла и кили. Также закрылки. Шаг номер опять же двенадцать почему-то. Здесь у нас двенадцатый шаг и здесь двенадцатый шаг. Здесь у нас носовая стойка и основные стойки. На шаге 13 вклеиваем опять же также собранные стойки шасси и крышки ниш и мелкие тяги. Так, вот шаг номер восемь. Восемь был правильно. Восемь. Вернемся чуть назад. Устанавливаются направляющие для установки стойки шасси. Приклеиваются в корпус они, грубо говоря, в планер. Так, все. Третья распашонка по сборке. Это у нас приклейка. Остекление вариативное, да, то есть вклеиваем сидение, переднюю часть фонаря, козырек, обтекатель, да, основную часть фонаря и выбираем в каком положении мы будем склеивать. Либо открытое положение, либо закрытое. Далее опять же полетный вариант или неполетный вариант. Здесь предлагается нам закрыть створками ниши. Сборка ракет и хибин комплекса РФ, да, навеска всего вооружения на планер и варианты, как нужно окрашивать вооружение. Непосредственно ракеты, которые представлены в трех видах. На этом, собственно, все. Переходим к обзору следующего содержимого данной прекрасной коробочки. Далее у нас идет вот такой большой лист. Ну да, если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь обязательно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые события на нашем канале и новые видео, и стримы, и так далее. Ну а также поставьте лайк, нам будет приятно. Итак, на данном листе у нас представлена инструкция по нанесению технических надписей на планер. В таком большом варианте. С этой стороны, кстати, это, наверное, практически оригинальный размер. Нет, не оригинальный. К сожалению, не в масштабе дан. И верх и низ для нанесения технических надписей. Еще один такой же большой лист содержится в наборе по окраске, предлагаемый в наборе. В данном случае у нас три борта. Или даже может быть четыре. Нет, три борта. Опять же, обдекаливание и нанесение цветов. Все отмечено, все подписано. Краски предлагаются от компании МИК использовать для окраски. К сожалению, только один вариант красок. Было бы хорошо, если бы это был вариант Тамии и Мистер Каллор, да? Но, к сожалению, не юг. Итак, следующее в наборе. Это у нас декали. Декали все переложены калькой, чтобы они не склеивались. В наборе у нас поставляется плата фототравления. Вот так вот она выглядит. Все очень хорошо сделано. Проклеена она пленкой, чтобы если вдруг какая-то из деталей отлетит, и она не потерялась, держась за пленку. Так, далее у нас три листика вот таких. Здесь у нас фазированная решетка антенны, радара. Вот такие вот светоотражающие полосы, которые сейчас наносят на борта габаритные. Ну, или, в общем-то, чтобы самолет было видно. И следующий это листик. Вот такой вот у нас с техническими надписями, картинками, да, на сам планер. Все выполнено очень-очень хорошо. И здесь у нас имеется элемент вот декаль фазированной решетки. В чем разницы, я особо не вижу. Возможно, в этом варианте она более точно напечатана. Странно, для чего они положили. Но, видимо, на всякий случай пусть будет. Так, все здесь очень-очень хорошо. Можете сами видеть. И основная часть декалей содержится на большом листе. Здесь бортовые номера. BBC России. И всевозможная техничка. Отпечатано все хорошо. Подложка есть. Подложка не толстая. Никуда она не стремится утолщить декали. Декали. Это очень хорошо. Мне нравится. Очень все сделано хорошо. Также вот приборная панель, точнее экраны, видны очень-очень хорошо. Давайте посмотрим поближе. Вот такие вот изображения дисплеев. Здорово напечатано. Давайте что-нибудь еще посмотрим. Мелкие циферки, надписи. Все выглядит очень-очень приятно. Следующее, что у нас идет в наборе, это два вот таких больших блистера с вооружением. Давайте достанем несколько экземпляров и посмотрим. Первая это у нас ракета R-73. Выполнена она неплохо. Имеется небольшой шов по стыку форм. Но не криминальный. Я думаю, что обработать его не составит труда. И небольшие питатели. Следующая ракета это R-77. Все тоже прекрасно сделано. На фотографиях, приложенных в конце видео, сделаем поближе ракурс, так сказать. Посмотрим на них. Так, далее в наборе у нас идут ракеты R-27 и R-27 и E-T с разными головками наведения. И также еще пара ракет R-77. Также все отлито одинаково, как и предыдущие. Все очень хорошо. Имеется мелкий клеп. Качество замечательное. И далее у нас рамочки с деталями двигателей плюс подвесы для ракет. Крыльчатка турбин. Литье, как обычно, хорошее. Но Great Wall Hobby вроде славится своим качеством. Даже по сравнению с компанией Kitty Hawk. Пластик очень хороший, что хочется заметить. Жесткий. Поэтому обрабатывать его будет довольно-таки удобно. Все выглядит замечательно. Две таких одинаковых рамочки, видимо. Ну, на левый и правый двигатель, соответственно. Дальше у нас вот такие литники с элементами сопел. Выполнены они, в принципе, неплохо. Имеется какой-то клеп, панели, крой. Все дела. Все сделано хорошо. И здесь стоит задуматься, стоит ли брать сопла в смоле или травленые. Если вы не преследуете какой-то цели собрать мега-мега выставочную модель, там коллекционную, то, в принципе, детали из набора вполне подойдут. Далее у нас вот такой вот идет литник с корпусами двигателей внешними. Заборники и мелкие элементы. Так, они как-то здесь... А, вот так. Далее у нас вот такая большая рамка с деталями корпусов двигателей. Давайте посмотрим чуть-чуть ближе на это. Литье, кроек, клеп. Все присутствует. Выглядит замечательно. Детализация прям отличная. Пластик, ну, в общем, в этой модели он весь такой. Пластик, я не знаю, ну, по сравнению, наверное, как академовской по жесткости, да, вот по ощущениям на ощупь. Все хорошо сделано. Рамка, конечно, огромная. Всевозможные лючки. Вот здесь что-то немножко исцарапано, но я думаю, что миленькой наждачной бумагой можно это все исправить легко и просто. Немножко пройтись, загладить. Ну, в общем-то, такой, я думаю, уйдет под грунт легко. Выглядит замечательно. Так, внутри у нас ничего нет. Следующая рамочка у нас вот так упакована в целлофан. Здесь всевозможные элементы низ шасси. Всякие трубопроводы, проводка и так далее. Также грязя отсекающих щитов на основную стойку шасси. Также все сделано хорошо. Здесь вот имеются маленькие антенки. Никакого облоя пока я не встретил. Итак, следующая рамка. Детали низ шасси как раз. Кабина с отличной, я бы сказал, детализацией. И, ну, супер. Наверное, даже может поспорить со смолой. Всевозможные кнопочки, пультики и так далее. Ниши шасси. Сами пневматики от шасси. Покрышки, да? Тут же и диски, колес. Элемент от фонаря. Стоечки, колесики, тяги. В общем, мелкие элементы. Выглядит прям, ну, выглядит супер. Модель достойная. Я думаю, что фанатам 48-го масштаба. Мастхэв, как говорится, пневматики замечательные. Выполнен протектор. В общем, всевозможные обозначения на колесах сделаны. Стоечки основных стоек. Выглядит супер. И следующая рамка у нас содержит элементы предкрылок, части корпусов двигателей, части воздухозаборников, внутренние, видимо, панели внутренние и носовой обтекатель. Также законцовки на крылья пилоны и блоки РЭП. Также все с раскроем, с клепом. Отлито хорошо, без смещения и без облоя. В общем-то, это относительно новая модель. Свежая. Ничего, я думаю, что формы пока не успели испортиться. Последний пакетик у нас выглядит вот так. Здесь основные части деталей самолета. На картоночке у нас упакованы вот так детали основные самого планера. Не знаю, для чего это было нужно сделано. Чтобы что-то не прогнулось, не продавилось. То есть, в общем, проложено даже вот такой вот пенкой. Такие у нас ответные замки для сборки половин фюзеляжа. Все это раскроено. Крой довольно-таки неплохой для данного масштаба. Единственное, что, на мой взгляд, маловато заклепок, наверное. Ну, при желании, если кто-то захочет, докатает клеп сам. Огромная модель получается. Примерно сантиметров 40 с лишним она будет в готовом виде. Также здесь, на этой рамке у нас содержатся лючки, да, низ шасси, воздушный тормоз. И последняя рамка – это у нас нижняя часть планера с келями и стабилизаторами. Замечу, что стабилизаторы сделаны на своеобразной защелке. То есть, их можно оставить поворотными. Это здорово. Также на келях имеются вот такие вот стекатели. Это прикольно выглядит. Также это есть и на этих заканцовочках. Выглядит толстовато, на мой взгляд. Ну, в принципе, это лучше, чем ничего. Итак, последнее, что у нас в наборе – это рамочки с остеклением кабины. Остекление замечательное. Приливы тоненькие, расположены в удобных местах. Прям замечательно. С раскроем, с клепом. Все как положено. В двух вариантах прозрачный и тонированный. С элементами стекол на ЛЦУ, на прожекторы стекла, на фары посадочные. Также дано бану в виде двух элементов. Ну, видимо, где-то есть и третий. Искажений нет. Ну, по крайней мере, на глаз это незаметно. Давайте посмотрим вот так вот на листе. Ну, вот как я и сказал, искажений практически нет. Они, в принципе, отсутствуют. Просто замечательное стекление. Как будто прям вот прям стекло-стекло. Стеклянное стекло. А на этом у нас на сегодня все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, если вы еще до сих пор не подписаны. Нажмите на колокольчик. Также интересные ссылки вы найдете в описании. И пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok